Пык-пык-пык-пык-пык. Ну что, хлопцы-то девчата, я расскажу вам новую указочку про бюджетный телефон Флай. Так, это обзор телефонов Флай DS-115. Мы не будем открывать коробочку, я просто расскажу, что в ней есть и чего в ней нет. В ней есть наушники и зарядка, а также руководство пользователя, и лежал аккумулятор на тысячу сто или на тысячу, уже не помню, но такой приличный для бюджетника аккумулятор. Бюджетник, сей бюджетник, потому что маркетологи очень четко разделяют теперь линейки, отделяя аппараты многофункциональные и менее функциональные. Вот это менее функциональные, то есть в нем урезали все, что можно было урезать. В частности, в нем нет джавы и нет интернета. Для тех, кому нужен второй телефон без джавы из интернета, этот телефон будет очень любопытен. DS-115 – телефон контрастов. Сначала о плохом, но до того, как говорит о плохом, большая плюшка о хорошем, о чем я еще расскажу дальше. Это просто убийственный телефон для меломанов, если вас не пугает разъем гарнитуры, расположенный на торце. Вот, меня он пугает. Мне неудобно носить в кармане джинсы, и еще, чтобы отсюда торчал даже разъем буквы «Г». Но если вас это не пугает, то дождитесь той части обзора, где я буду говорить о положительных сторонах этого телефона. Давайте его включим, посмотрим. Вот такой вот дисплей. Углы обзора не самые плохие, но и не самые хорошие. Такие дисплеи можно встретить на гораздо более дорогих Нокиях или Самсунгах. Это двухсимник. Очень крепкий корпус. Хорошая сборка. Никакого люфта, ничего. Задник с виду кажется, что это металл. Я тоже подумал, что это металл, когда открывал коробочку. Но это не металл, а пластик. Мы видим динамик задний, такой крупный динамик. И камеру. Камера снимает... Ну, в общем, в домашних условиях она снимает плохо, а на улице я не пробовал. Вот. Что у нас тут есть интересное? У нас тут есть фонарик. Вот он наверху. Фонарик включается длительным нажатием джойстика вниз. Об разъеме гарнитуры я уже говорил. Ну и стандартное USB подключение. А эта штука микрофон. Давайте включим его. Так. Ну, симник. Меню оставляет приятное впечатление. Потому что интерфейс такой вот очень плавненькая. Все красивенькое. Вот, кстати, органайзер. Органайзер. Небогат, как видите. Календарь, будильник, мировое время, которым никто не пользуется. И калькулятор. Вот. Игр нет. Фирменная штука от Flyer Funbox. Потом тут видео, альбом, фото, альбом, видеокамера. FM-радио работает при наличии подключенных наушников. Видео поддерживается. Ну, поскольку это стандартная платформа МТК, то вы можете смотреть видео 320 на 240. Я, правда, не проверял, но поскольку у меня второй телефон на сходной платформе, то там тоже работает видео 320 на 240. Его дофига в интернете есть. Уже конвертированного. Диктофон. Карты памяти поддерживаются. Я вставил на 4, но вроде больше, можно там 32. А вот сколько своей памяти тут не пишется. Вот. А карта памяти открывается. Можно. Вот эти звуки на фоне, который вы слышите, это соседи балуются со своим ребенком. Я не знаю. Так. Услуги тут пусто, потому что еще тут не стоит никакая сим-карта. Очень приятный интерфейс. Такое вот все. Вот, кстати, как снимает камера. Тан-тар-дан, тан-тар-дан. Вот так она снимает. Подсветка клавиш синенькая. Приятная. Глаз не режет. Кстати, вот в действительности кнопочки более тусклые, чем снимает камера. Они такие, приглушенно-синие. Это еще посмотрим дисплей. Хороший дисплей. Как для бюджетника дисплея отличный. О плюсах и минусах теперь. Да, кстати, тут... Да, кстати, тут... Тоже, кстати, мало, меньше, чем в том моем телефоне. Меньше. И... Пожлобились на обои. Тут всего одно предустановленное изображение, которое вы видите тут. Ну и, соответственно, тема оформления тоже одна, что присуще этим телефонам. Хотя, казалось бы, ну что мешает поступать, как раньше, для Sony Ericsson, старых, для Motorola или для Nokia на платформе S60. Я не помню, уже на S40 там есть тема оформления или нет, но вот для S60 и для Ericsson в интернете лежит куча тем оформления. Люди самих создают, скачивают. Вот что мешает для кнопочных телефонов Fly тоже делать скачиваемые темы. Это же интересно. Людям нравится настраивать свои телефоны. А тут вот, нате вам зеленый фон, нате пользуйтесь. Ну, фон-то мы можем поменять, а вот оформление мы не можем поменять. Так. Ну, про видео я сказал, что можно смотреть видео благодаря кодеку. MP4, в общем, файла. Об аудиоплеере. Вот, кстати, это в продолжении и предыдущей, предыдущего моего обзора. Дело в том, что эти мобилы снабжены очень странным плеером. Плеер странный в том случае, что, вот если мы идем в опции, настройки, есть пункт, автосписок. Вот если он включен, то плеер автоматически сканирует карту памяти на предмет композиции, MP4, и составляет из них список, но туда по какой-то причине попадают отнюдь не все песни, которые есть на карте памяти. Поэтому мы ставим автосписок на выкл. Вот, можно вкл, а можно выкл. Идем потом сохранить, нажимаем. Вот. А потом мы берем, идем, чтобы добавить песни в список, мы идем в опции, добавить. Потом идем в нужный каталог с файлами, и там делаем, вот, жмем опять опции, и выбор на нужном каталоге. Вот делаем выбор, вот мы выбрали, а потом идем назад, назад, назад. И список заполняется песнями из выборного каталога, что очень удобно. О качестве воспроизведения внешним динамиком, так сказать, в суе. Давайте вот включим. Громче где. Вот такой вот эквалайзер. Это же серверовка, клюмбатика. Есть несколько типов эквалайзера. Это же серверовка, клюмбатика, 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 клюмбатика. Теперь о той большой плюшке, которая ждет меломанов в этом телефоне. Ну, это как раз отрицало, с моей точки зрения, вот этот вот разъем сбоку. Но, значит, есть вот такой вот телефон Fly. Это из музыкальной линейки. MC 175. Именно он был звуковой чипсет, Ямаховский. Это один из лучших вообще звучащих телефонов во всем мире. Хотя маркетологи Fly его так не пиарили, как стоило бы, но это действительно очень хороший звук тут. И он звучал громче, чем более именитые конкуренты, потому что в нем, скажем так, не принимались во внимание пожелания Евросоюза по предельной громкости в наушниках. Речь идет сейчас именно о прослушивании в наушниках. Вот этот вот мой второй телефон, вот я сейчас нашел этот телефон, это DS123. DS123, он звучит тише, чем с Ямаховским чипсетом. Он звучит несколько тише, но мне нравится больше, как он звучит. Просто лучше нравится больше. Вот. Для чего я их так располагаю? В этом бюджетники из бюджетников. Камера потемнела. Бюджетники из бюджетников. Знаете, чего аж камера потемнела? Ну и ладно. Бюджетники из бюджетников. Я нажал не то что-то. Да ну что же это такое? Нет? Ну ладно. Черт с ним. Изменились условия освещения. О! Разуплилось. Хорошо. Давайте выключим. Звук настолько громкий, что я еще не слышал такого громкого звука в мобилке. Именно при прослушивании в наушниках. То есть, если располагать по громкости, здесь нехилый громкий звук. Тут громче, а тут вообще улет. Качество воспроизведения сопоставимо, возможно, с Ямаховским, но меньше басов, чем в этом телефоне. Но вот если бы если бы вот тут был сверху разъем или снизу, я бы ходил и слышал музыку на этом телефоне, потому что ну просто потрясающе по звуку. Вот вы сейчас слышите другой звук, это моя собака хлопает ушами. Так что тем меломанам, которым нужен громкий звук, и которых не пугает разъем сбоку, я советую брать этот телефон и использовать его даже как плеер, потому что плеера за такие деньги вы не купите хорошего плеера, такого хорошего, а тут еще и телефон. Посмотрим, как фонарик светит. О, вот светит фонарик. Как в фильмах обычно показывают, когда луч от фонарика проходит в камеру, слышен такой звук. Ну вот, такой телефон. Я понимаю, обзор получился хреноватым, но ничего. В общем, бюджетный телефон подойдет меломанам, старикам, старушкам, лицам среднего возраста. Кнопки хорошие, хорошо нажимаются, резиновые кнопочки, задник такой пластмассовый, а кнопочки резиновые. Экран, как говорится, марки, ну и что вы хотите от экрана. Все экраны марки. Вот. Та-та-та-та-та. Вот еще давайте сравнительные размеры. Телефон по нынешним меркам большой, а точнее классический кнопочный телефон. Вот моя рука и вот такой размер этого флая. Итак, еще раз подчеркиваю его плюсы. Это звук. Ох, охренеть, какой звук громкий. Но нет интернета, нет Java. Вот. Такая звонилка плеера. Звонилка, смс-писалка. Конец обзора. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. ДЕ-Е-Е СТО- ПИТНАССИТ-ФЛАЙ. Бюджетный телефон. А, тут есть Bluetooth. Вот. Средств связи. Bluetooth. Пусть.